Apple Pay уже целый месяц работает в России, но система была запущена не так, как все ожидали. Во-первых, только клиенты Сбербанка получили эксклюзив и только с картами MasterCard. И вот прошел месяц, и наконец-то работают и другие банки, включая RocketBank, WTB, Raiffeisen и так далее. Ну что, давайте пробовать? И сразу втык, чтобы вы понимали, насколько это круто. Мы хотим купить что-то в автомате с шоколадками и просто прикладываем телефон к терминалу, после чего подтверждаем покупку с помощью Touch ID. Это все? Да, это реально все. Нац поехал. Платил я с помощью Rocket, и я им по-прежнему пользуюсь. Это тот самый смузи-банк с удобным приложением, который начисляет 500 рублей при подключении. И вот ноябрь уже наступил, и все работает. По крайней мере тут точно. Проверяйте на официальной странице MasterCard или Apple Pay, работает ли ваш банк. Кстати, вот вам лайфхак. Можно телефон сразу поднести к точке с приложенным пальцем, и тогда все будет еще быстрее. Система настраивается очень просто. Если мы заходим в приложение того же Rocket, оно сразу же предложит привязать карту к Apple Wallet. Так и сделаем. Выбираем, какую из карт хотим привязать к системе. Еще раз напомню, что пока это только MasterCard. Жмем и видим надпись «Добавить в Apple Wallet». Тыкаем, тут выбираем, что хотим привязать, айфон или часы, или все сразу. Дальше номер карты, ваше имя, опять жмем «Далее», ждем проверки, принимаем условия и все, готово. По большому счету, занимает 15 секунд. Естественно, можно внести карту и через Apple Wallet, но сам процесс будет чуть сложнее. Нужно будет вводить все цифры вручную и еще через SMS подтверждать. Apple Pay на данный момент работает с iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 6 и 6 Plus, 6S и 6 Plus, iPhone SE, а также с Apple Watch что первого, что второго поколения. На телефонах, не оснащенных NFC, таких как iPhone 5, 5C, 5S, Apple Pay может использоваться с помощью часиков. Посмотрим, как это работает с помощью Apple Watch. Перед тем, как поднести часы к терминалу, вы просто два раза нажимаете на кнопку «Питание», выбираете нужную карту и прикладываете. И все. Вам не нужно вводить никакие пароли, часы уже на вас и вы уже знаете, что ввели пароль, как только надели их. Получается, что это еще удобнее. Что интересно, Apple Pay работает и в сети, можно с iPhone, можно и с iPad, а можно и с Mac. Для этого даже настраивать ничего не нужно. Если Apple Pay есть на iPhone и там стоит та же учетка, что и на Mac, то с Mac на любом поддерживаемом сайте, нажимаем «Купить» и подтверждаем с помощью Touch ID на iPhone. И все. У Аэрофлота это уже есть. Насколько все это безопасно? Ну, как минимум, не опаснее, чем платить картой. А на деле даже безопаснее. Тут у вас еще и данные не могут украсть, так как вы нигде не прикладываете физически чип-карты, где эти данные хранятся. Другой вопрос, будет ли это стоить каких-то дополнительных денег? Нет. Вы как должны заплатить 3 рубля, так и заплатите их. Уже сейчас Apple Pay работает во многих торговых точках, включая продуктовые, магнит, ашан, азбуковкусы и другие. Среди магазинов техники это M-Video, Eldorado и Restore. В общем, это работает везде, где есть бесконтактная оплата. Поэтому для того, чтобы понять, работает ли ваш Apple Pay, ищите либо значок самого Apple Pay, либо значок MasterCard Contactless. Волны. Pay работает и в приложениях, например, можно оплачивать билеты на тот же Аэрофлот или такси через Гет. Даже WebMoney есть и поддерживается. Да, понятное дело, что Apple Pay существует уже два года, это вот-вот пришло. Но мы надеемся и ждем, что это станет популярнее. Мобильные платежи и бесконтактные. Это здорово. Сейчас Apple Pay работает всего в 14 странах, и наша одна из них, поэтому стоит только радоваться, что прогресс в России не стоит на месте. Не забывайте, что ваша карта должна быть от MasterCard и только. В России пока так. И проверяйте, работает ли ваш банк, потому что мой это уже точно умеет. Ну и каков итог? Apple Pay это очень круто. Ну и круто, что мой банк в партнерстве с MasterCard. А то бы пришлось туго. Тут даже и добавить нечего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok